Все знают, что нормальная температура это 36,6. Если температура поднимается, например, 38-39, то мы понимаем, мы заболели. А что делать, если температура поднялась 37 и держится 1 день, 2, а у некоторых даже неделями? Такую температуру врачи называют субфибрильной. И оказывается, для некоторых это вообще норма. У других она возникает из-за усталости и стресса, а у третьих может быть симптомом развития пневмонии. Как же понять, когда субфибрильную температуру не нужно бояться, а когда нужно срочно бежать к врачу? Сейчас узнаю все подробности у нашего эксперта. Поехали! Здравствуйте! А вы знаете, что такое субфибрильная температура? А можно я измерю у вас температуру, посмотрю? 36,2, у вас хорошая температура, поздравляю! Девушки, здравствуйте! А вы знаете, что такое субфибрильная температура? Нет? А можно я измерю у вас температуру? Да, сейчас. Так, 36,2 у вас, и у вас 36,2. А вы знаете, что если температура повыше на 37, например, и держится постоянно, как вы считаете, это опасно или нет? Конечно. О чем это можете анализировать? Наличие эффекции в организме, в котором не требуется. Здравствуйте! А вы знаете, что такое субфибрильная температура? Слышали о таком? Субфибрильная температура, когда температура выше 37 поднимается. Можно я у вас измерю температуру? Да. 36,2 у вас хорошая температура, поздравляю! Татьяна Романенко, врач-терапевт высшей категории. Татьяна Юрьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Я только что измеряла температуру у москвичей. Можно у вас измерить температуру? Конечно! 35,9, Татьяна Юрьевна, но у вас точно не субфибрильная температура. 35,9 нормально? Я считаю, что нормально, потому что я чувствую уже себя хорошо. А мне измерить температуру? 36,0. 36,0. Все, отлично. Хорошо. А давайте теперь поговорим про тех людей, у кого температура повышена. Я, честно говоря, вообще всегда считала, что норма это 36,6. У вас 35,9, у меня 36,0, а у кого-то вообще 37. Как такое возможно? Я абсолютно запуталась. Но вы совершенно правы, когда сказали, что нормальная температура 36,6. Это, что называется, в среднем по стране, в среднем по миру. Вообще ученые говорят, что температура от 35,5 до 37,3 мы можем считать нормальной температурой. Даже 37,5. А в некоторых случаях и до 38 мы можем считать температуру нормальной. Я так понимаю, что если у человека всегда была температура 37, и он себя всегда чувствовал нормально, то он знает, что это его норм. Правильно? Но бывают же такие ситуации, когда вот температура была 36,6 или там 36,4, 36,0, а потом вдруг стала 37,3, 37,4, 37,8. Какие могут быть причины? Это всегда что-то страшное? Хочу вас успокоить. Повышенная температура вот в этом диапазоне может быть физиологической нормой. Но все-таки давайте обозначим те причины, когда температура может повышаться выше нормальных цифр на какое-то короткое время. Ну, допустим, вы позанимались спортом. Температура может подняться на какое-то время. А ну-то стало жарко. Совершенно верно. Стало жарко. Через какое-то время, буквально в течение там 20-30 минут, температура возвращается к исходной. После еды, после того, как мы понервничали, на короткий срок температура может подняться, а потом она вернется в норму. Но это не значит, что вы больны, но это всегда повод обратиться к врачу и обследоваться. А какие опасные есть причины появления субфибрильной температуры? Ну, конечно, когда повышается температура, мы прежде всего думаем об инфекции. Но если при этом у тебя присутствуют так называемые катаральные симптомы, есть насморк, есть першение в горле. Конечно, это повод задуматься об инфекционном процессе. В данном случае обязательно нужно обратиться к врачу, ведь зачастую с субфибрильной температурой протекает даже воспаление легких или пневмония. Ничего себе! Поэтому любая субфибрильная температура в сочетании вот с этими симптомами повод незамедлительно обратиться к врачу и пройти необходимое обследование. Первая опасная причина субфибрильной температуры – это инфекционные заболевания, в том числе пневмония. А что еще вообще? Другая причина повышения температуры – это заболевания органов эндокринной системы. В частности, когда щитовидная железа работает с повышенной функциональной активностью, ускоряется обмен веществ, и это также может приводить к гипертермии, к повышению температуры. Вы сейчас перечислили заболевания, которые могут вызывать субфибрильную температуру у молодых людей. А вот если нет других симптомов, никаких вот просто, температура была 36,6, а теперь все время 37,3. Что делать? Есть еще одна такая причина для повышения температуры до субфибрильных циклов. Это период выздоровления. Так называемое это может быть проявлением постковидного синдрома или термоневроза. Но я хочу сказать, что любое повышение температуры выше 37 – это повод обратиться к врачу. Татьяна Юрьевна, спасибо вам большое, что рассказали нам про субфибрильную температуру. Будьте здоровы. Так, ну что, а у тебя какая температура? Да, измерю. 36,1. И у оператора у нашего тоже хорошая температура. Надеюсь, что вы не будете болеть ни в этом году, ни в следующем, и никогда. Субфибриль в температуре? Нет. Любите себя и свой город москвичи. Пока-пока. Продолжение следует... Субфитры сделал DimaTorzok